Всем привет! Я еду оплачивать, точнее заключать договор с Доулой. Сейчас буду оплачивать ей половину стоимости. Так что едем мы с ней встречаться в кафешку. Так что да. Я вам никогда не показывала, как драма выглядит. А мы опять кормим собаку. Только уже другую на этот раз. Всем привет! Я тут собралась готовить. В общем, хочу сейчас сделать наполеон. Не помню, делаю я его когда-то или нет. Суть какая. Просто сделать коржи из уже готового теста. Оно очень хорошо поднимается. Мы уже такое покупали. И сделать заварной крем. Заварной крем я уже делала. И все это дело сложить слоями. И да, думаю будет вкусно. Сначала делаем заварной крем, чтобы он успел остыть перед тем, как будем уже собирать торт. Я взяла самый первый попавшийся рецепт этого крема из интернета. Мне все понравилось. Единственное, что можно было бы добавить побольше сахара немножко. Сейчас задача такая, что на медленном огне я постоянно помешиваю. И мне нужно дождаться, пока масса у меня загустеет и станет теплой. Но она не должна кипеть. Так тяжело раскатывать тесто просто руками. Я пробовала уже взять воду, в смысле бутылку с водой раскатывать. Но так вообще неудобно. В общем, раскатываю тесто руками. Коржи выпекались быстро. Духовка у меня была на максимум. Дальше я решила обрезать краешки коржей для того, чтобы торт был максимально ровным. И просто слоями собирала торт. Остатки, которые у меня остались от коржика в краешке, я натерла и посыпала сверху. Так, ну вот что у меня получилось. Такой вот наполеончик быстрый торт. День, не помню, третий тортик стоит. Хотела показать, какой он в разрезе красивый получился. Забрала сегодня часть заказа на Wildberries. Сейчас покажу вам, что заказывала. Взяла вот такие чулки. Я говорила в прошлом влоге, это мне, ну, народы в сумку пойдут. И вот он, собственно говоря, мобиль. Точнее, крепление к нему. Сейчас буду собирать и покажу, как это все будет выглядеть в конечном результате. Остальной заказ еще не пришел, хотя там достаточно. Да, еще, кстати, зашла сразу в аптеку, взяла вот такой увлажняющий крем для лица, для тела. Ну, вообще он маленький формат, идет как для лица. Но я думаю, в целом его можно будет и для тела использовать на какие-то участки. Пока я тут собираю мобиль, сейчас Маша из будущего вам особо его не рекомендует. Нет, сам мобиль хороший, держится хорошо. Но я бы порекомендовала все-таки брать тот мобиль, который будет регулироваться по высоте. Потому что потом, в дальнейшем, мне пришлось очень долго мучиться над тем, чтобы подвязывать все игрушки. И до сих пор мне кажется, что мобиль висит довольно низко, хотя я отмеряла 30 сантиметров, как и написано в интернете. Ой, я так смеюсь над собой. На самом деле, я неправильно прикрепила вот этот музыкальный блок. Я его прикрепила вверх ногами. И вот сейчас беру мобиль и не понимаю, почему у меня, ну, все так сложно. Да, тут я еще ни о чем не догадываюсь. Просто решила снять этот музыкальный блок и повесить мобиль таким образом, хотя бы просто примерить. Ну, потом пришел муж, и он мне объяснил, что было не так. В общем, да, я вам потом покажу конечный результат, который получился в конце этого видео. Так, ну что, я повесила мобиль. Здесь, на самом деле, работа еще не початый край. Ну, во-первых, я хочу, чтобы все это дело висело вот на этой штуке. Как видели уже на видео, если я сюда ее повешу и потом мобиль, то у меня мобиль опустится аж на кроватку. Так не дело, конечно. Нужно будет мне все это дело подвязать заново повыше, потому что, ну, это все очень низко. Когда кроватка опустится в самый низ, окей, но сейчас кроватку мы подняли с Сережей вот на такой уровень, просто чтобы у нас спина не сошла с ума. Соответственно, если бы она была ниже, можно было бы ничего не делать с мобилем, никакого не подвязывать. Вот, но сейчас придется все-таки подвязать. Само крепление хорошее, держится крепко. Я долго пыталась разобраться, не могла понять, как его закрепить, но в итоге все нормально, все держится. Я сначала хотела деревянный мобиль, вот покажу сейчас, как на фотографии выглядит он. Но начиталось отзывов, что со временем вот эта вот верхняя палка, она опускается вниз и с ней уже как бы ничего не сделаешь, никак не отрегулируешь ее. Здесь получается вот единая конструкция, да, он пластмассовый, как бы не очень, может быть, эстетично выглядит с моим таким эко-мобилем, если так можно. Кстати, да, к нему еще в набор шла вот такая штука, мне, если честно, вообще не нравится, как это выглядит. Если не заморачиваться, можно было бы поставить ее и просто на нее приклеить, ну не приклеить в смысле, а привязать вот эти вот игрушки. Ну, мне вообще она не нравится. Всем привет, сегодня новый день, хочу с вами поболтать. Во-первых, хочу поподробнее рассказать о том, как я заключила контракт с Доуэлой, то я посмотрела там кадры только как я еду и как я снимаю деньги. Рассказать про сумму, про стоимость. Доуэлла мне обошлась в 150 тысяч драм, и эту сумму мы разделили на два, то есть после родов я должна буду заплатить ей еще 75, и 75 я заплатила до. Мы с ней заключили договор, и там как бы прописаны все нюансы. Вдруг, если Доуэлла не сможет приехать, что в этом случае, что в случае того, если у меня там, например, какие-то экстренные роды и так далее, там что в этом случае. В общем, да, там все прописано. Она ответила там все на мои вопросы, касаемо там клиники, врача, как все проходит. Также она очень интересовалась тем, что хочу именно я, то есть какие у меня пожелания в родах. Но так как я первородящая, так скажем, у меня нет никаких пожеланий, вот честно. Ну, самое главное просто, чтобы все прошло хорошо, ну и чтобы в любой момент я могла на нее положиться. Также на днях она создала чат с теми роженицами, которые уже с ней рожали, которые будут с ней рожать. Также кто-то рожал в той клинике, где я буду рожать, кто-то в другой. И девочки поделились своими историями. Я поняла, что действительно всем Доуэлла очень-очень помогла в родах. Начиная там от оформления, когда вы приезжаете в роддом, да, то есть какие-то документы, что куда идти. В общем, она в этом помогает. Потому что, ну, как правило, роженица приезжает плюс-минус, да, с какими-то схватками и уже немножко не до этого. Что еще меня порадовало, это то, что она останется с нами после родов уже с малышкой на два часа и поможет ее приложить к груди. Ну, в общем, будет тоже как бы не то, чтобы меня наблюдать, нет, но просто быть рядом со мной и, если что, там, позовет медсестру и так далее. И также еще она делает фотографии, снимает видео. От видео я пока отказалась, потому что, ну, честно говоря, не вижу в этом смысла, потому что, ну, во-первых, это стоит 30 тысяч драм. Даже не то, что дело прям в стоимости, хотя на самом деле, когда я складываю стоимость родов, стоимость доллы, там, стоимость того-сего пятого-десятого, если честно, уже сумма набегает такая нормальная. Думаешь, как-нибудь без видео обойдемся, вот, ну, просто я не понимаю, куда я его, ну, буду потом, не знаю, выкладывать я его точно не буду, хотя делает она очень красивые видео, там, в черно-белом варианте. Не знаю, в социальной сети я точно это выкладывать не буду, пересматривать самой, отправлять родственникам, как я рожала, это тоже странно. Ну, в общем, короче, пока от видео я отказалась. А что касается фото, она сказала, что она сделает пару фотографий, как бы, что это входит в стоимость. Но, в целом, я думаю, что потом я тоже буду постоянно фоткать малышку. Мне особо это не принципиально. И еще потому, что я буду рожать без мужа. И, как бы, знаете, это не будет вот такая партнерская история, где вот так вот красиво муж тебе там помогает, и вы видите оба, как рождается ваш ребенок. Я рассказываю, у нее прям мурашки по телу. Может быть, я бы этого и хотела, но все равно, как бы, ну, муж отказался от этой идеи, и смысла я не вижу в том, чтобы снимать видео. Но, в любом случае, если мне взбредет в голову, я ей об этом скажу. И мы просто придется доплатить, и видео она снимет, но вряд ли. Также она поделилась со мной вот такой вот книжечкой «Основные потребности женщины в родах» Рут Эрхардетт. В общем, я ее прочитала, она такая тоненькая, маленькая. Ну, на самом деле, здесь написано все то, что мы с ней обсуждали. Когда у женщины, как правило, начинаются роды, когда тепло, темно и спокойно, да, обычно это ночью начинается. В целом, я прочитала, но, мне кажется, такую книгу надо врачам читать. Ну, здесь написано о том, что женщину не надо тревожить. Про то, какие гормоны отвечают за раскрытие, какие гормоны отвечают за то, что раскрытие прекращается. Ну, в общем, интересная информация. Честно говоря, я уже все это дело знаю, потому что и много видео смотрела. И также мы с ней тоже все эти моменты уже проговорили. И еще, кстати, такая хорошая новость для мужа моего, потому что он будет платить за роды. В общем, если у меня есть ВНЖ, если у мужа есть ВНЖ, вполне возможно, что роды нам обойдутся чуть-чуть дешевле. Но не факт. Это я буду как раз выяснять в пятницу. И, ну, в конце видео об этом скажу. Сумки в роддом у меня уже полностью готовы. Там я уже все постирала, погладила. Даже купила водичку покушать. Осталось только вот по минимуму. Здесь я себе написала списки, что мне еще нужно будет доложить сюда. Типа бандаж, там зубная щетка, там адаптер для зарядки, телефон. Ну, в общем, чтобы не забыть прямо перед этим, перед родами. У меня на канале вышло аж два видео. Одно подробное, другое в шортс. Коротенькое. И, в общем, кому это актуально, кому интересно, можете посмотреть, что я там с собой взяла, что я там положила. Единственное, что я еще не сделала в этих сумках, это я не простерилизовала соски и бутылочку. Все остальное я все постирала, все погладила. В целом там все-все готово. Типа бери и езжай уже с этими сумками рожать. Еще хотела с вами поговорить на такую тему. Если честно, я не ожидала, что это меня может накрыть. Но вот сейчас у меня 36 недель и сколько-то там дней теряюсь. У меня как будто бы возвращается токсикоз. И, блин, это ужасно, потому что мы на днях, там два дня назад где-то ели суп с курицей. И я просто понимаю, что я беру это мясо, и у меня точно такие же ощущения, как были в первом триместре, когда я не могла есть мясо. И что вы думаете, я отложила эту курицу? То есть я понимаю, что мне сейчас очень нужен белок, что мне нужно железо, да? Я сейчас не пью, кстати, сыр бифер, потому что железо у меня поднялось, и врач мне его отменила. Но я понимаю, что мне нужно поддерживать его на том уровне, на котором он сейчас есть. Потому что, ну, блин, перед родами я понимаю, что в родах потеряю очень много крови и просто буду ходить вот такая вот. А я этого не хочу. Но я понимаю, что я просто не могу есть мясо. Потом как-то на днях тоже я вот готовила мясо, да? И запах вот этот вот, у меня аж прямо вот сейчас прямо до мурашек. Хотя, ну, еще там неделю назад такого не было. Ну, и плюс еще ко всему настроение. Я, конечно, не знаю, может быть, настроение как бы дело такое. В первом триместре я много плакала, но сейчас как будто бы возвращается. Потому что вот я так вчера ходила на почту, и какая-то малейшая ситуация меня может настолько расстроить, что вот я шла обратно и плакала, на улице плакала, даже до дома не дошла. А что я дома устроила, это я уже говорить не буду. Это было вчера, не знаю, может, помню, сегодня видно. И то же самое было и с мясом. Потому что я заказала доставку, нам привезли мясо, и оно оказалось все в прожилках, все, блин, оно еле и резалось. Хотя я такое мясо никогда не покупаю. Ну вот, как бы заказала доставку, вот там привезли вот такое мясо. И я тоже вчера сижу, просто до слез, и я думаю, почему меня так расстраивает эта ситуация. Ну да, привезли вот такое мясо, но ничего страшного, да, ну как бы ничего такого не произошло. А я просто понимаю, что это уже как будто бы не я, и все, у меня уже едет крыша. Я знаю, что у некоторых девочек возвращается токсикоз в третьем триместре, но, блин, я так не хотела, чтобы это было у меня. Вот я говорю сейчас что-то подобное. Оно, конечно, не в таких масштабах, как было на первом триместре, то есть как бы меня не тошнит на постоянной основе. Вот говорю, мясо есть не могу и думать об этом тоже не могу. Если у вас был токсикоз в третьем триместре, пишите мне об этом, что я не одна, что такое бывает. Не знаю, вот как физиологично это объяснить. Я в первом триместре объясняла себе, почему у меня токсикоз. Как я поняла, что пока не выросла плацента, пока не сформировалась полностью плацента, вот у женщины присутствует токсикоз. А когда она сформировалась, как раз вот где-то к 14 неделе, он у меня прошел. Опять же, это может быть и не так. Я просто себе так объяснила. Потому что у некоторых женщин вообще всю беременность токсикоз. Но почему он появляется в третьем триместре, не знаю. Может, плацента уже стареет из-за этого. Хотя, по сути, у меня только идет 37 неделя. И как бы, извините, еще рожать рано. И плацента еще точно не старая. Ей, как минимум, еще три недели точно надо будет поработать. Ну, в общем, не знаю. Все, мобиль готов. Больше я его трогать не буду. Он, конечно, не супер ровный получился. Знаете, как мне мама говорит? Давай я тебе нормальный мобиль куплю, чтобы у дочки был нормальный мобиль. Ну, блин, на самом деле, ну, неплохо. Скажите же, скажите же, пожалуйста, что не все так плохо. Давайте расскажу немножко про режимы. Включаем. И все просто. Вот здесь вот можно менять музыку. Вот тут на М нажимаешь. Много всяких разных мелодий. Прикольные. Но мы уже такие с Сережей думаем, блин. Мы даже знаем, когда нам это все надоест. Вот, и здесь есть потише и погромче. Вот это вот потише. Вот это самое тихое. Так как кроватка с режимом укачивания, у нас тут все трясется. Так, капец. Что для меня было самое сложное? Самое сложное это было подвязать все эти игрушки. Видите, я тут придумала эту ленточку. Она мне вообще, конечно, не нравится. Нужно ничего не поделать. Почему? Потому что я прочитала в интернете, что игрушки должны быть на 30 сантиметров. Ну, 30-50 от, как бы, ребенка. Вот. И у нас по последней игрушке как раз получается где-то 30. Ну, может быть, я еще чуть-чуть подвяжу. Вот эти они легко подвязываются. Вот. Издалека это выглядит вот так. То есть получается 30 сантиметров мы сохранили. Ниже он не опустится. Так, ну что, я снимаю на привычном месте. Теперь, мне кажется, здесь мы будем видеться с вами намного чаще. Приехала к доктору. Сегодня у меня анализы и КТГ. Вроде бы все. Посмотрим. Может быть, сейчас нужно будет каждые две недели сюда приезжать, скорее всего. Но, по крайней мере, последний раз я здесь была ровно две недели назад. Вот. Так что идем. Ну, все. Я вышла от доктора. Сегодня делали КТГ. Никаких там схваток нет. Все нормально. И в понедельник мне теперь за результатами анализов. А, и теперь она сказала, что каждую неделю приходить к ней. То есть в понедельник я приду за результатами анализов. И потом от 7 февраля. Вот. Что касается цен на роды, если у меня будет ВНЖ. Ну, в смысле, у меня уже у мужа есть ВНЖ. Поэтому, в любом случае, уже эта скидка будет. Приятная достаточно скидка. Короче, 150 тысяч драм будут стоить роды у нее. С учетом того, что у нас есть ВНЖ. Вот. А, и еще она меня записала, чтобы забронировать платную палату. Вот. Тоже хорошо. Вот. Буду на этом заканчивать свой влог. Поеду я сейчас домой. Буду вызывать такси. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока.